Уважаемые телезрители, в эфире телеканала Видное ТВ прямой эфир. Сегодня мы пригласили к нам в студию главу сельского поселения совхоза имени Ленина Добренкова Елена Ивановна. Добрый вечер. И директора совхоза имени Ленина Грудинина Павел Николаевич. Павел Николаевич, добрый вечер. Мне приятно произносить сей факт, что еще никогда в прямом эфире не был глава сельского поселения у нас на телеканале Видное ТВ. И более пяти с половиной лет, Павел Николаевич, вы не были вот так же у нас в эфире. И сегодня просто такая уж называется премьера. Еще раз отдельное спасибо, что пришли и думаю, да, и что плодотворно мы проведем те 30 минут, которые у нас есть в эфире. Елена Ивановна, давайте не будем вот, что называется, томить наших телезрителей. Перед вами лежит почетный диплом. Я вот уже увижу, если можно, мы его покажем и нашим телезрителям. За что вручаются подобные дипломы? Буквально сегодня мы в правительстве Российской Федерации получили почетный диплом за участие в конкурсе «Самое благоустроенное сельское поселение России» по итогам 2013 года за то, что устойчиво создаем комфортную среду, в которой живут люди. И создаем определенный уровень благоустройства. Вот эта награда, я сейчас не спрашиваю про денежный эквивалент, а человеческий труд. Насколько это было тяжело сделать? Человеческий труд невозможно оценить, потому что для того, чтобы получить такой диплом, участвуют все. Администрация поселения, естественно, градообразующие предприятия, ЗАО «Совхоз имени Ленина», управляющая компания. То есть все трудятся для того, чтобы создать определенные условия. Участие в конкурсе – это вторично. Просто есть, что показать по этому участку. Это не первый диплом, который получает сельское поселение «Совхоз имени Ленина». По итогам 2012 года мы получили диплом второй степени. Сегодня нас наградили почетным дипломом. И мы очень надеемся на то, что у нас конкурс будет в Московской области продолжаться, соответственно, будет продолжаться всероссийский конкурс. И мы очень надеемся, что когда-то подняться на высшую ступеньку этого пьедестала, потому что нам действительно есть, что показать. Уровень благоустройства, который создается у нас, нашими предприятиями, достаточно высокий, и людям комфортно жить. Павел Николаевич, Елена Ивановна сказала, что градообразующим предприятием является ЗАО «Совхоз имени Ленина». Она не покривила Путина. Абсолютно. Насколько руководимый вами Совхоз приложил свою руку к этому? Елена Ивановна правильно сказала, что это же общая работа. Управляющая компания, а мы стопроцентный участник, то есть владелец управляющей компании, который работает с нами вместе, естественно, много сделал, а мы еще больше, потому что все-таки все дороги, вся земля, которая находится, вот эти пруды, о которых многие знают, в том числе и жители города Видны, все это было сделано на деньги и силами работников совхоза и различных других организаций, которые Елена Ивановна консолидирует, у нас же есть совет предпринимателей, которые вместе помогают. И каждый вносит какую-то свою лепту, ну, конечно, львиную долю, учитывая то, что все-таки мы градообразующие предприятия, вносит совхоз имени Ленина. Причем мы не останавливаемся на достигнутом, вот сегодня мы опять обсуждали то, что мы получаем все больше и больше предложений от жителей, не только от каких-нибудь чиновников или предложений, скажем так, тех, кто должен эти делать предложения, управляющих компаний, а именно жители хотят увидеть что-то, что мы... То есть свои идеи предлагаем? Конечно, да. Вот сегодня была такая очень интересная фотография, которую прислали по интернету, где в виде земляники такие павильоны, чтобы люди сидели на лавочках, в дождь не боялись дождя. Я думаю, что мы на детских площадках начнем останавливать в том числе такие павильончики. Вы знаете, что у нас в совхоз въезжаешь, и все из земляники, потому что мы крупнейшие в России производители земляники. Я не раз бывал в софозе, и я видел, что софоз, в общем-то, и клубничка, и близнецы. Вчера Елена Ивановна принимала делегацию «Женщин России». На самом деле, это женщины не только просто женщины, это с семи регионов Российской Федерации, главы муниципальных образований, которые приехали в Совет Федерации на семинар. И Екатерина Филипповна Лахова, которая является руководителем Союза «Женщин России», привезла их показать, как на самом деле может и должно организовано быть в том числе и благоустройство, и жилищно-коммунальное хозяйство на территории конкретного поселения. Хорошо, тогда сразу такой вопрос. Елена Ивановна, вы как голова сельского поселения, скажите, если берем достаточно хорошее, богатое сельское поселение поселка Совхоза имени Ленина, а если брать в целом по России, насколько вот такие почетные дипломы можно получить какому-нибудь сельскому поселению в условной, абсолютно условной, не знаю, Костромской области, не имея на территории подобного градообразующего предприятия? Я сегодня была на подведении итогов, и там люди приезжают представители разных регионов Российской Федерации. И поверьте, из Московской области было только два представителя. Остальные это Татарстан, Башкортостан, Мариэл. Ну, это хорошая Калужская область. Калужская область идет, дай бог каждому, учитывая работу губернатора. Пермского края, который рассказывал о том, что его поселение располагается вдоль реки 27 километров, живет всего лишь тысяча жителей, на лето приезжает 6 тысяч, и бюджет у него всего лишь навсего 8 миллионов. И он каким-то образом решает вопрос, чтобы получить точно такой же диплом. Или диплом более низкой степени. Тем не менее, этот вопрос заключается в том, как делать, что делать и что хотеть делать. Люди делают. Ну что ж. Олег Александрович, богатый не тот, который много денег имеет, а тот кто правильно их тратит. И можно построить какой-то сумасшедший, мы с вами знаем, памятник, который заплатить сумасшедшие деньги, а потом выяснится, что это даже не украшает, а ухудшает общий вид поселения. А можно, на самом деле, за небольшие деньги сделать очень красивые вещи. А если привлечь людей, скажем так, людей, которые неравнодушны к тому месту, где они живут, вообще можно великолепные вещи делать практически без денег или с небольшими финансовыми ресурсами. Наш эфир еще одно подтверждение того, что практически мы семинар можем сейчас проводить, как нужно правильно поселением с небольшим бюджетом тратить свои средства для того, чтобы сделать краше поселение. Елена Ивановна, вам вопрос, почему вы решили исполнение 131-го федерального закона, ну уж простите, что я прямо вот так вот называю номер закона, просто, да, организация местного самоуправления, полномочия исполнять поселением. Кстати, вы единственное поселение в Ленинском районе еще тогда, когда мы еще были полным, цельным районом, решили исполнять все полномочия сами. Понимаете, дело в том, что невозможно отвечать за все в поселении, не исполняя полномочия. Невозможно делить ответственность. За все должен отвечать тот, кого избрал народ. Должен отвечать за то, что он обещал делать и что должен делать. Поэтому, если ты делегируешь полномочия, как это было, хотя сейчас 136-й закон очень резко все поменял, и мне очень хочется верить, что возбладает все-таки вот фраза, которая была сказана Путиным, что местная власть должна быть близка к народу. И я думаю, что это вернется все-таки к тем истокам 131-го, которые были, и вернутся полномочия обратно. Но только человек, который работает и живет рядом с теми людьми, для которых он работает, потому что глава поселения, это, в общем-то, человек, который работает для людей. И только в этом может быть вся философия этой работы. Не может передавать полномочия и не может делегировать кому-то ответственность. Павел Николаевич, вопрос к вам такой. Я не позавидую работе Ильины Ивановны. 131-й, 44-й, ФСЗ и так далее, и так далее, и так далее. В сельском хозяйстве есть законы, которые регламентируют, как вам сажать картошку, как вам убирать яблоки и так далее, и так далее. Конечно, огромное количество, не законных, а подзаконных актов. Потому что над нами висит куча проверяющих, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, нормативными правовыми актами. И куда бы вы ни пошли, у нас есть определенные такие рогатки. К нам постоянно приезжают всякие проверяющие, ну, Россельхознадзор, Роспотребнадзор. Ну, они за это зарплату получают. Подождите, я не об этом. О том, что мы находимся в очень жестких рамках. Без исключения всего. Потому что такого количества проверок, которые уходят, и такого количества актов, подзаконных, нормативно-правовых, нет ни в одной стране мира. Мы так зарегулированы, что свобода бизнеса в России, кстати, президент об этом говорил, находится на 120-м месте в мире. Нам бы хотя бы на 20-е перейти. А это называется административное давление. И вот тут вот, я опять вернусь к 136-му закону, по которому почему-то, несмотря на то, что президент говорил о том, что нужно больше власти давать местным органам и давать больше им денег, в результате реформы в Московскую область... Но 136-й областной или федеральный. 136-й дал возможность субъектам федерации принимать решения самостоятельно. А субъект федерации, смотря из своих соображений, принимает законы субъекта федерации. Так вот, Московская область приняла такой закон, по которому все полномочия фактически ушли не только на районы, на областной уровень. И мы в ближайшее время получим, я думаю, у меня такое впечатление, полное, скажем так, прекращение вообще администрирования. Потому что с такими объемами полномочий, огромными не справится ни один госаппарат. Его можно увеличивать сколько угодно, но он просто не пропустит в себя. Знаете, как вот если вы создали одно окно, а потом послали сюда тысячу человек, то рано или поздно кто-то окажется тысячным. Он не сможет вообще пройти никогда в это окно. И вот эта ситуация сложилась в Московской области, где, на мой взгляд, абсолютно были изменены подходы, которые говорил президент, забрали не только полномочия, но и деньги на областной уровень. И вы сами, являясь депутатом районного совета, знаете, что первый раз за многие годы районный бюджет стал дефицитным. А это означает, что нужно будет ходить с протянутым к губернатору и просить деньги. Это вообще не входит ни в какие рамки, именно то, что говорил в своем послании президент Российской Федерации. Но мы живем в мире, где принимаются законы, а мы их должны исполнять. Вот мы теперь, и особенно Елена Ивановна думает, как без ущерба для граждан, потому что все у нас для граждан делается, но теперь без ущерба нужно объяснить им, что нужно переполнявку квартиры, идти черти куда, извините меня, и подписывать у кого-то. Разрешение на аварийные работы, например, нужно теперь бегать в район, а то и в область. И вот это все, на мой взгляд, глубоко ошибочная вещь. Причем она должна быть как-то быстро исправлена, но вот я вижу, что областные власти не собираются ее исправлять. А потому что те денежные потоки, которые аккумулируются, должны распределяться, что называется, наверное, определенной группой людей. Честно, будучи депутатом областной думы, я видел, как эти денежные потоки аккумулировал некто Кузнецов, сейчас который сидит во Франции, и его должны привезти. Потом их аккумулировали в ЖКХ, потом были страшные скандалы уже после Кузнецова, когда аккумулируют огромные денежные потоки. Помните такая небезызвестная программа «Дворик», когда детские площадки перевозили из одного района в другой, устанавливали, фотографировали, а потом увозили в другой. И тоже это, в этом Сергей Кужегеточич Шойгу говорил, но потом это тихо замяли. Вообще консолидация потоков, это очень плохо. По одной простой причине. Тогда кто-то один, не успевает ими распределиться, и в конце концов, эти деньги просто не используются по определению. Так бывает. И вместо улучшения будет ухудшение, потому что, когда много людей отвечают, если хотите, знаете, теорию управления, ты должен каждому сдать работу, и с каждым из него спросить. Но если ты всем говоришь, вы просто сидите, получаете зарплату, а один кто-то должен контролировать и выполнять эту работу, извините меня, появляется куча бездельников, которые смотрят наверх и думают, ну вот он сейчас ошибется, а мы всем будем рассказывать, что он, извините меня, не очень умный. Хорошо. Тогда переходим к более практичным, что называется, вопросам и ответам, надеюсь. Сельское хозяйство. Учитывая те санкции, которые уже введены, и которые, возможно, будут, Россия может, я сейчас глобальный такой, может быть, вопрос задам, прокормить себя, можем обойтись без аргентинского мяса, без польских яблок, без вот этого, вот этого, вот этого. Сельское хозяйство России. Коротко ответ да. Но, подожди секунду, мы сейчас, поскольку с главой одного из лучших поселений, сельских поселений России сидим здесь, мы всегда говорим о том, что только вместе власть и бизнес могут решить какую-то проблему. Есть власть муниципальная, кстати, Елена Ивановна в своем бюджете очень много денег тратила на программу «Молодые специалисты». И у нас практически все молодые специалисты, да, в общем-то, уже и не молодые, получили квартиру. Она говорит, и это были большие деньги для муниципального образования, но, несмотря на это, они их изыскали. Она говорит, есть вот понятие, о котором мы пять с половиной лет не говорили, но, например, в каждую субботу на территории сельского поселения совхоза Ленина проходят ярмарки. Причем мы по сниженным ценам, по оптовым ценам продаем продукцию. Вы посмотрите, какие там очереди стоят. Причем приезжают не только приходят наши жители, а приезжают из развилки, из города Видное, отовсюду приезжают. И Елена Ивановна, несмотря на это огромное количество законов, которые регламентируют, фактически запрещают, находит возможность в этих законах регулировать систему так, что все говорят, есть спасибо, потому что каждую неделю свежие овощи на столе, ну и не только овощи, мясо и все остальное. А есть другой принцип, нам тоже это выгодно, потому что напрямую мы сразу получаем выручку, никаких банков, никаких отсрочек. Вот я только хотел спросить, пять с половиной лет назад я вас каждый эфир спрашивал, написал этот вопрос и сейчас, ярмарки, это выгодно для сельхозпредприятий? Конечно, конечно, но при определенных условиях, потому что предприятию не выгодно продать там допустим один килограмм стоять. Понятно, да. А им выгодно продать сразу много, когда ты снижаешь цену, ставишь ее приемлемыми для людей, у тебя очередь, и тогда твоя машина продает, допустим, две тонны, три тонны, пять тонн, тогда и человек зарплату получает, потому что он все-таки продается, от выручки зависит, и тебе это интересно, потому что ты сразу получаешь наличные деньги, которые сразу попадают в кассу совхоза, они через 45 дней, как это делают сети, например, у них отсрочка платежа до 60 дней, это выгодно и людям, потому что они видят сразу того, кто продает, знают, что это за, ну и еще имидж, в общем-то, это немало, вопрос в другом, вот ярмарки, о которых долго говорил район о том, что это хорошо, это на самом деле не очень хорошо, объясню почему, не надо компенсировать 20%, потому что это не только, понимаете, приезжает москвич, покупает картошку, ну ты ему компенсируешь, а почему тут, извините меня, гражданин из Москвы, но ты не можешь отделить одних от других, и кстати, Домодедовский район, из которого у нас исполняющие обязанности, главы, он делал совершенно по-другому, он ставил предельную цену, и говорил, что вы можете продавать не выше, мы вас на ярмарку пускаем, но цена должна быть приемлемая для людей, иначе вы просто не приезжаете на ярмарку, и тогда предприниматель, снижая цену, но имея, скажем, оборот, ну то есть объем продукции, ему он в этом заинтересован, и никакого вот этих 20%, потому что у нас до того доходило, что некоторые сельхозпредприятия покупали лук где-то в Краснодаре, ставили на него высокую цену, и еще получали 20% к этой высокой цене, логики не было никакой, вот с этой схемой, еще никто не отменил, еще схемы, власть должна смотреть на эти схемы, и давать им оценку, и если ты, извините меня, продаешь картошку по 20 рублей, хотя она на Башане лежит по 18, и получаешь еще 4 рубля, из бюджета, то власть должна была задуматься о том, что вообще-то происходит, но, несмотря на то, что мы писали письма, огромное количество письма мы писали, я просто не захватил их, потому что, опять, коснусь того, что на отчете главы города Видное некто Усков говорил, что, мы вроде как не обращались, нет, мы на протяжении двух лет писали письма, в том числе ему, о том, что разрешите нам, как и раньше, торговать у Самохвала, и мы еженедельно будем продавать продукцию, вот так же, как у Елены Ивановны, несмотря на это, либо отказы, либо просто молчание, вот, а потом вдруг он все тебе говорит, что вы знаете, я не получал этих писем, мы никогда не препятствовали, ну, может быть, другой человек какой-то, ну, да, но вообще, на самом деле, сельское хозяйство, это такая отрасль, которой очень много влияния оказывает государственная поддержка, во всех странах мира, без исключения, всегда за продовольствие платят два субъекта, тот человек, который покупает, ну, не важно, как через магазин, или напрямую, и государство, и если 900 евро на гектар платят в Европе, или, например, в США общая поддержка сельского хозяйства оценивается, там, в 90 миллиардов долларов, то это именно те деньги, которые государство платит за то, чтобы продукция была доступной, вот эти повышения цен на капусту, на картошку, на то, что мы производим, именно от того, что государство не датирует производство, и одновременно на рынке, в том числе, санкций, сделало дефицит, а когда дефицит, чего бы то ни есть, то и есть повышение цены. Я знаю, что вы о сельском хозяйстве можете рассказывать часами, а то и годами, да, но раз уж мы говорим о сельском хозяйстве, расскажите, что, что вот рядом с вами? Мы, правда, не сегодня, а позавчера получили вот такую тоже награду, видите, это диплом лариата международного конкурса «Лучший продукт 2015», потому что они председают на следующий год, за сок яблочный и за нектар яблочно-земляничный, который мы выставили на это международные яблоки и получили гран-при, да, гран-при, это высшая награда, потому что мы раньше получали медали. Ну, я знаю, что такое гран-при, мы тоже участвуем в различных конкурсах и фестивалях. Еще одно подтверждение того, что мы не просто говорим, мы действительно являемся лучшими в производстве продуктов переработки. Если мы говорить дальше, то наша земляника, знаете, вот есть вещи, которые можно сколько угодно рассказывать, что плохо, что хорошо, но если стоит очередь, 40 человек, например, перед палаткой, а это зачастую было во всей Москве, вот мы в последний год, и на Советской унице стояли, и люди покупают, потом еще раз покупают, несмотря на то, что цена достаточно высокая, в этом году была. Ну и она всегда... Ну, прошлая, я не скажу, что была достаточно высокой. Она была... Вопрос в другом, цена и качество, потому что рядом лежала земляника из Греции по 130, по 150 рублей, ее никто не покупал, несмотря на то, что она была гораздо дешевле. Ну, она поменьше. Потому что цена и качество это две вещи. И поэтому все это определяет рынок. Для того, чтобы цена была ниже, нужно просто больше производить. И мы, кстати, вот могу вам рассказать, какие мы сейчас методы применяем для того, чтобы увеличить производство, в том числе и земляники. Давайте не будем забывать, что среди нас еще сидит женщина. Прекрасная женщина. Прекрасная женщина. Поэтому, Елена Ивановна, вопрос вам от нашего телезрителя. Изменится ли наша комфортная жизнь после того, как часть полномочий перешла в район? Екатерина Петровна задает вопрос. Я надеюсь, что в сельском поселении совхоз имени Ленина, за который, собственно говоря, я несу ответственность, она не изменится. Потому что мы и вчера говорили об этом на форуме. И сегодня я с уверенностью могу сказать одно, что администрация сельского поселения совхоз имени Ленина и все люди, которые работают с нами, помогают нам, будут делать все, чтобы люди не почувствовали. Будет дискомфорт в управленческом аппарате, да, это будет ощущаться и это ощущается уже сейчас. Но ни один человек не должен почувствовать то, что что-то не сложилось в законодательстве. Потому что местная власть должна быть близка к людям, оно так и должно остаться. Елена Ивановна, вы скажите, что многое зависит в том числе от позиции районного руководства и районного совета. Потому что вопрос передачи полномочий лежит в сфере Совета депутатов Ленинского муниципального района и главы. Если вы проявите добрую волю, а Совет депутатов сельского поселения совхоз именин к вам обратился с этим, примите решение о передаче полномочий хотя бы тех, которые остались у вас. Потому что на самом деле полномочия подняли даже выше, на уровне субъекта федерации. Они стали государственными. Есть законодательства, которые, к сожалению, трудно обойти. Но Елена Ивановна о чем говорит? О том, что сделает все и Совет депутатов сельского поселения Сахус Ленина и глава, чтобы люди не почувствовали ухудшения. Но правда, если вы сейчас с Еленой Ивановной спросите, какой у нее бюджет был и какой есть, она вам скажет, что бюджет практически на 50% уменьшился. Из-за того, что бюджетные... Изменилось бюджетное законодательство. Изменилось бюджетное законодательство. Ну понятно, там распределение... Да, перераспределение налогов произошло в сторону субъекта федерации и Ленинского муниципального района. И мы можете что угодно планировать, но если у вас нет на это денег, ну на покупку, например, телевизора, то вы никогда не будете смотреть телевидение. Поэтому наша задача сделать все, чтобы... У соседа. Вот. Надо пойти к соседу и сказать, слушай, ну давай так, тебе тяжело управлять с этим телевизором, отай его мне, ты все же не смотришь его. Ты целый день на работе. На самом деле, надо понимать, что в сельском поселении Савхус Ленина на культуру бюджет вот 2014 года был 23 миллиона, на развитие спорта 28 миллионов. Бюджет 2015 года у нас по сравнению с плановым, если бы не изменилось бюджетное законодательство, упал на 40 миллионов. То есть вот 40 миллионов мы не доберем собственных доходов. То есть это налог на НДФЛ и аренда земельных участков, за которые эти суммы все полностью идут в район. Безусловно, мы не сможем и не должны ухудшить положение из тех людей, которые у нас живут. А что это означает? Что мы не будем вводить платных услуг в любом случае. Несмотря на то, что все советуют вводить платные услуги, мы в любом случае платные услуги в совхозе не допустим. Мы не будем, скажем так, делать питание школьников платным или еще что-то делать. Более того, хочу отметить, что у нас питаются все школьники, не только школьники из малообеспеченных семей, а все дети, посещающие школу, получают питание. Вы строите у себя в отдельно взятом государстве коммунизм, вы строите в отдельно взятом поселении коммунизм. Мы строим коммунизм, мы строим территорию социального оптимизма. Я вот и хотел вот эту фразу из вас. Но на самом деле, понимаете, власть должна не допустить ухудшения положения людей. Должна, но не обязана. Это написано в том числе и в Конституте. Должна, но не обязана. И мы сделаем все для того, чтобы не ухудшить. Другое дело, что есть какие-то вещи, которые нам недоступны. И все равно в любом случае мы сделаем все, чтобы у нас все это было, но одновременно хотим, чтобы нам помогали. И опять я обращусь к вам. К одному из членов Совета депутатов. Есть ли правильная политика? Мы долгое время писали вам письма о том, что передайте нам полномочия, в том числе и по образованию. Пока вы могли это сделать. Почему? Потому что мы отремонтировали школы и детские сады за свои деньги. Мы доплачиваем, Елена Ивановна доплачивает из бюджета поселения всем бюджетникам. Вся надбавка эта в районе ушла, а поселение Совку Соленина она осталась. И увеличилась. И даже увеличилась. Мы так или иначе бесплатно охраняем школу, делаем все, хотя это было не нашим полномочиям. Тогда сразу перебиваю, извиняюсь, что я это делаю. Вот по этой тематике что можно посоветовать поселению поселка Совхоза, ой, поселка Володарского? Нету там Совхоза имени Ленина. А там есть фабрика Володарского. Фабрика Володарского уже патчи в обозе. Можно я скажу здесь вчера буквально с женщинами говорили на эту тему, потому что были главы поселения женщины и выступая, конечно, сказали, что всем бы по такому градообразующему предприятию, всем бы по такому директору Совхоза, как у нас, на что очень метко и четко заметила сенатор Екатерина Филипповна Лахова. Она сказала, ребят, вопрос заключается в том, что можно найти, только ищите, сможете найти. Да, может быть, не в таком объеме. Да, эти взаимоотношения выстраиваются, но всегда есть люди, которые готовы откликнуться, не дают тому, кто не просит, не просит помощи. Согласен. Еще такую вещь скажу. Понимаете, у нас долгое время были различные коррупционные скандалы. Они были связаны с серыми и черными деньгами, которые направлены были на благосостояние определенных чиновников. Вы знаете об этом, да? Вот если эти деньги направить на интересы поселения, а суммы были просто астрономическими. что было известно. Вот если бы это было бы возможно. Почему же невозможно? Только надо не воровать и честно работать, вот и все. Я с вами... А для этого надо выбирать людей... потому что это невозможно, потому что это невозможно. Еще раз. Для этого надо голосовать... Чиновника не воровать, а вкладывать все, куда вкладывает... А для этого Совета депутатов, которые не должны покрывать тех чиновников, которые воруют. Я вам больше скажу, Если бы советы депутатов не голосовали за выделение квартир всяким прокурорам, милиционерам и всем остальным, а эти квартиры давали бюджетникам или продавали на рыночную основе, а потом эти деньги, консолидировав бюджет, направляли на благоустройство, жизнь в Ленинском районе была бы совершенно другой. Я вам точно говорю. Кстати, об этом сейчас начал говорить исполняющий обязанности главы, который говорит, я не понимаю, каким образом положение, например, по выделению квартир вообще было, скажем так, древнего 2003-2002 года, я не помню какого. Вы посмотрите, что творилось с землей, что, грубо говоря, деньги шли в имя бюджета, об этом говорила счетная палата Российской Федерации, о том, что участок, огромное количество гектар продается за 500 тысяч. Ну, мы-то с вами знаем, почему это происходило. Слушайте, если кто-то покупает на эти деньги квартиры в Дубае, это не значит, что все хорошо. Для этого есть государственный надзор, контроль, прокуратура. Которому те, кто покупают квартиры в Дубае, выделяли квартиры. Ну, еще раз, надо Совету депутатов тоже себя вести как-то более адекватно. Именно поэтому Совет депутатов отказался от полномочий распределения жилищного фонда. Давно это произошло? Ну, года три точно. Давайте скажем так, что предприниматели с удовольствием откликаются на разные просьбы, и детские площадки ставят, и пары лебедей дарят, и делают так, чтобы действительно людям нравиться. А у нас в эфире осталась одна минута, и мне очень нравится, что вы пришли, но абсолютно не нравится, что время так быстро пробежало. А вы пригласите нас еще. Павел Алешин, хочу объявить благодарность, прям так и написано, хочу объявить благодарность, Елена Ивановна Николаевича, за создание и оформление детских площадок в нашем поселке. Спасибо. Вот так вот. Дорогие друзья, к сожалению, 30 минут, которые нам отведены, пролетели. Я к вам просто вот обращаюсь, и наши телезрители, я думаю, поддержат меня. Приходите к нам в эфир, нам есть о чем поговорить и что рассказать нашим телезрителям. Спасибо большое. Спасибо, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok